Эфир программы «Утренний кофе». Мы представляем вам нашу гостю, совершенно замечательно. Она ньюсмейкер буквально прошлой недели, поскольку прославила город. Каким образом, Бьюлинка, пожалуйста. У нас в гостях Анна Полякова, модельер, а также ее модель на сегодня. Запомните, как зовут? К сожалению, не забыла. Наталья, модель Наталья. Для тех, кто не знает, совсем недавно Анна Полякова представляла свою коллекцию одежды в Риме на неделе моды. Эта неделя моды проходила с 12 по 14 октября, и Наталья там... Ой, Анна там заняла, между прочим, третье место в номинации City Casual. Наталья, вот расскажите все-таки о своих платьях, костюмах, в общем, коллекции, которые вы представляете. Как прикольно быть модельером. У тебя всегда есть личные модели. Коллекцию я придумала, вдохновившись манифестами Казимира Малевича о супрематизме. Это одно платье из коллекции, и это платье-трансформеры, которые могут комбинироваться как внутри коллекции, так и с вашей обычной одеждой. Наталья, продемонстрируйте нам... Сделайте чуть погромче музыку, пусть это будет такой немножко подиумный вариант. Ну и, конечно, нам нужны комментарии по поводу... Ага, подожди, это еще не все. Это первый слой. Это платье-трансформер у нас. О, боже мой. Можно еще раз пройти и расстегнуть. Еще и вот этот жакетик сверху снимается, и там платье. И там у нас платье, да. Ага. Каждая модель разбирается в 3-4 слоя и комбинируется между собой. Это что-то такое из современных трендов, или вы вдохновлены вот всей этой историей Майкла Бэя про роботов, которые могли переделываться во что угодно? Мне кажется, это очень современная история, потому что нам сейчас нужно соответствовать условиям туда, куда мы попадаем. Нужно быстро перевоплощаться и иметь возможность закутаться, если нам нужно, если нам холодно вдруг стало или некомфортно. Ну, для моделей это, по-моему, самый раз. Я просто видел рекламу, немного путешествует по миру, и, значит, там из Лондона прилетают в Рим, а в Риме ветер, и трансформируется во что-то опять модель. Анна, ну вот, знаю, что ваша коллекция очень понравилась модельерам из Японии, из Италии. Что у вас сейчас дальше по плану? Благодаря вот участию в этой неделе моду, какие горизонты для вас это открыло? Сейчас я делаю дипломную коллекцию, она будет тоже в минимализме, но немножко другая история. И меня пригласили на принять участие в Москве на премии Пьера Кардена и во Вьетнаме на Мисс Бьюти. Мне очень компонирует этот факт, что вас вдохновил Казимир Малевич. На самом деле мы как-то вот привыкли судить о нем только по квадрату черному. На самом деле он был очень талантливый, яркий театральный художник, где-то даже костюмный художник, поскольку он очень много работал над декорациями, вот, к театральным постановкам. В 20-е годы это было все такое современное-современное. Расскажите, пожалуйста, у меня последний вопрос буквально, он такой немножко политический, да, ведь мы сейчас живем в какое-то такое непростое время, у нас сложные взаимоотношения с остальным миром. Вот мира моды как-то это касается? Нас любят, не любят, к нам относятся подозрительно все, что мы делаем в мире моды. Или вот этого не касается? Это вот такая история, вот, вся там об искусстве. Там все об искусстве, но сейчас русские делают большой-большой шаг, и их открывает Европа для себя, потому что у нас сейчас очень много новых, современных, молодых дизайнеров, которые очень сильные. Так что мы очень нравимся там. Анна, спасибо вам большое, успехов вам творческих в первую очередь, чтобы действительно ваша одежда пошла в обиход, возможно, простого нашего человека, простого нашей девушки. Напоминаем, что у нас в гостях была Анна Полякова, модельер.